Организаторы обещали дать специальный приз за самое косноязычное название презентации сегодня, за все три дня. Практически пока никто не смог перевести слово «континеризация», более-менее достойно на русский язык. Может быть, это как кофе-брейк войдет. Что это такое? Идея очень простая. Достаточно недавно, недавно, 10-20 лет, это года 4-5 лет назад, было все достаточно просто. Люди вставали в 9 часов, приходили на работу, в 6 часов уходили, я имею в виду большинство людей, как обычных, которые засиживаются. На работе занимались работой, приходили домой, занимались домашними делами. Очень быстро это дело на сегодняшний момент очень сильно поменялось, кардинально поменялось, продолжает меняться в очень короткий срок. И главный двигатель этого всего – как-то инстанционные информационные технологии. Что-то у меня не переключается. С точки зрения технологии, как это удивительно, любые изменения в области коммуникации в этот момент очень сильно усиливают. Вначале там появился интернет, потом это еще не самое сильное. Самый сильный шаг по исследованиям – это Wi-Fi, мобильные компьютеры, всякие устройства, которые у многих из вас в руках. Я сидел, очень часто поворачивал голову. Многие из вас достигли совершенства в том, чтобы внимательно слушать презентации, при этом выполнять какие-то действия на ваших iPad, телефонах и так далее. Вот это примерно то же самое. Общая идея примерно такая, что, ну, самый простой пример. Я нахожусь на работе, у меня звонит на телефон жена, я беру трубку, говорю «Алло, привет, любимая», и в этот момент я перестаю заниматься работой и начинаю заниматься своей личной жизнью. Десять, пятнадцать, столько, сколько мне надо. Бладу трубку, возвращаюсь в работу. А теперь, если я соединен с помощью кучи всего, начиная от Facebook, а веб-сайтов, на различных девайсах, которые не только корпоративные, но и мои, точно так же дорогая мне может написать на Skype, на коммуникатор и так далее, на какие-то средства коммуникации. Таким образом, у меня абсолютно, ну, я думаю, IT-специалисты и люди, которые к IT-близки, уже давно это ощутили, когда вот эта грань, она стирается полностью между работой и жизнью, и ты начинаешь выбирать правильный баланс, тыишь в очереди, занимаешься работой по телефону, какие-то дела там, отвалекся, съездил, что-то по своим делам, по личным, при этом вечно обработал и так далее, и так далее. Вот этот, значит, большой тренд. Вообще, вот последние исследования Гартнера, если сейчас, я думаю, я сейчас задам вопрос, большинство из вас ответит неправильно, о том, какой, они сделали такое исследование, какой наиболее изменяющий тренд, который очень сильно кардинально повлияет на жизнь СИАЮ, в ближайшие три года. Это не облака, облака номер два, то, что повлияет на, кардинально поменяет в жизни IT. Первый тренд – это вот контрастная фемилизация, исходя из того, что я сейчас рассказал, ожидания людей, сотрудников, они очень сильно применялись. Они хотят работать со своих компьютеров, они хотят быть соединены куда-то, в свои какие-то социальные сети, они приносят кучу всяких разных девайсов, не корпоративных, а работ на службе и так далее, и так далее. Первый вопрос, ну, или первая реакция на это дело – это, ну, надо с этим как-то бороться. Проблема в том, что вот 3-5 лет назад, когда тенденция была еще не столь сильна, действительно, бороться пытались, но на сегодня достаточно очевидно, что эта штука захлестнула и продолжает запрестывать всех, и надо с этим что-то делать. Я говорю, мой начальник, он уже из вас ченчик, получаю удовольствие. Собственно, вот один из примеров, кстати, я единственный человек из Microsoft России, у которого, как правильная презентация, есть подобные слайды. Я тоже хотел ответить, это первый раз, и презентация для Microsoft. До сколько у нас будет смерть? 32,7% зала сейчас здесь имеют такой девайс, я примерно посчитал, пока были доклады, против этого ничего не поспоришь, особенно, если этот девайс приносит руководитель и так далее, на который много было примеров, практически каждый, начиная с самой первой презентации, вставлял, что мы сюда доставляем это, наша штука умеет работать с этим iPad'ом и так далее. Значит, ну вот этот замечательный человек, раньше был у нас генеральным директором, он работает в компании Parallels, ну вот так иногда могут обходиться, но это, ну там, одно из самых простых способов, да, каким образом можно решать эту проблему. Вообще, если глобально посмотреть, то задача влечить так, если мы договорились получать это удовольствие и предоставлять бизнесу то, как он хочет, пользователям, то мы должны управлять абсолютно любыми устройствами, одинаково безопасно, красиво, обеспечивать нормальный безопасный доступ туда управлять ими, гарантировать, что с них ничего не украдут, и так далее, и так далее. Ну вот такая большая задача. Следующая задача, ну вот эта инфраструктурная часть, это попробовать извлечь какую-то пользу из вот такого слайда, тоже не было, да, этого, наверное, из Microsoft'а. Приведу пример, вот, наверное, у нас реально было очень интересное мероприятие, мы не успевали туда пригласить людей, мы опубликовали на Facebook там сообщество IT-директоров на Урале и зарегистрировалось 120 человек, но ни одного дня не было. 265, это вот такой, буквально моей практики, там, двухнедельной давности, вообще, очень много людей используют, ну, это уже факт совершившийся, используют все эти сервисы. Поэтому вторая задача, первая задача, как, видимо, все управлять единообразным образом, безопасно все обеспечивать, вторая задача, как из этого, ну, там, научиться извлекать пользу. Значит, на сегодня уже практически все производители, включая нашу компанию, все свои новые приложения, системы и так далее, уже объявляют вот с использованием, ну, вот этой новой идеи. Например, там, наша следующая операционная система, Windows 8, она практически там, ее пронизывает, как одно из главных трендов, вот эта вот консуниризация. Значит, соответственно, вызов какой? С одной стороны, в идеале надо дать возможность людям работать ровно так, как они хотят, то есть с любых их устройств, красиво, удобно, так, как работают они в интернете, имеют возможность там садактировать с кем угодно, меняться информация, решать, все в таком духе. А с другой стороны, это очень серьезная проблема для безопасности управления, потому что очень много там и очень мало кто умеет вообще с ней сегодня бороться или ее эффективно решать. Очень мало кто может ответить на вопрос, сколько девайсов вообще у сотрудников, например, включая интерпоративные, я не имею в виду. Каким образом они подключаются в сеть, как мы этим управляем, как мы играем на инвентаризацию, мы понимаем, что там на них все последние версии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, вот, если подходить к этому с таких базовых основ, то первое, о чем мы думаем, это, собственно, взять эти девайсы под контроль, чтобы они, по крайней мере, были в том том же списке, понять, как с ними управляться. С точки зрения доступа, ну, управляемые девайсы, это, ну, может быть, ну, про тражу новых букв, все говорили, все понятно, но про ситуацию, когда девайсы, которым мы не управляем, человек что-то делает, работает с рабочими файлами, контактами, почтой, и так далее, и так далее, ситуация гораздо хуже, потому что и новых букв, а работать не надо, как бы, можно и без этого обойтись. Соответственно, если там, я думаю, никто не испытывает удивительства, я сейчас буду что-то продавать, да? Мы об этом подумали, Microsoft достаточно давно думает про консимилизацию, и у нас все решения, начиная с 2009 года, когда разрабатываются технические задачи, бизнес-решения, и инфраструктурные решения, они содержат в себе требования по консимилизации. Например, там, система управления, значит, устройствами, систем-центр, новой версией, умеет управлять всеми устройствами, какие-то приезды, Symbian, и iPad, и так далее, и так далее, с тем же самым качеством, с которым они управляют в Windows. Там, клиенты Link по объединенным коммуникациям существуют для всех платформ, причем, что удивительно, там, для того же Экла, она вышла, выходит даже быстрее, чем, вот в этот раз получилось, чем для нашей платформы Windows Phone Mobile. Отдельная там, ну, просто как отдельный маленький пример, это, большая часть вот этой всей истории по управлению касается доступа, и сейчас ситуация такая, что, ну, там, к сожалению или к счастью, доступов очень много, бывает разных всяких, и единого решения никого нет, там, начиная от веба, терминала, там, VDI, мы все, там, очень много слышали таких примеров, но возникает, там, чудовищная проблема в том, как управлять этими устройствами, способами доступа. У нас есть решение Unified Access Gateway, которое позволяет все вот эти способы доступа объединить в один интерфейс, да, и с помощью единого учебной записи управлять с разных устройств, в зависимости от того, откуда, с такого девайса, каким данным пользователям информации, у них все будет хорошо. Соответственно, это вот инфраструктурная часть, просто небольшие примеры. Если говорить про именно там часть бизнес-приложений, которые мы выпускаем, то наша стратегия в том, что они должны работать на всех устройствах, сейчас уже вот буквально пару лет назад мы даже телевизоры, и боксы, и так далее включили эту стратегию. фактически все наши приложения порталы работают с телефона, безопасно. У меня на моем корпоративном телефоне, у нас недавно была конференция MGX, где обсуждаются наши планы на ближайшие 5 лет. Это супер-секретная информация. Это не то, что там Microsoft Confidential, это супер-секретная информация. Все презентации, видео с этой конференцией. И наша IT не боится мне на телефон головы главы, потому что это очень-очень безопасно, требует определенной очень сложной агентфикации и так далее и так далее. Это телефоны, это планшеты, это iPad, и все наши приложения будут приложения работают на них однокленно хорошо. Ну и там ТЛ номер 2 – это облако. С точки зрения облака будет еще проще подключать вот эти все девайсы к корпоративной информации, особенно если вы используете с точки зрения решений по дневной коммуникации и разрешения наши технологии, потому что очень широкое и так далее. Следующая мысль, о чем там имеет смысл подумать, это здесь очень большая часть работы не только технической, то есть внедрить какую-то штуку, которая всем управляет, настроить так, чтобы это работало на других устройствах. Здесь очень большая часть организационной работы, и часть связанная с безопасностью, часть связанная с изучением пользы. Например, международная компания американская, есть закон для компаний, на которых акции торгуются на американских диржах, который очень четко рекомендирует, что сотрудники имеют право, что они имеют право, это реально, реальный закон американский, выкладывать социальные сети. я очень всем рекомендую, даже не американским компаниям, это готовый документ, готовая политика, которую можно реально использовать, которую надо внедрять, доносить, вот у них там обязательно по ним слушаем тренинг, на портале подписываем, что ознакомлены, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, очень большой объем как бы пользы можно принести, мы уже договорились не запрещать эти технологии, если их придумывать и доносить до бизнес-пользователей, как они могут вот эти все социальные вещи использовать в своей работе для продуктивности, начиная от того, что они становятся мобильными, полный доступ и так далее, и так далее. Полный это не доступ к рабочему столу, а это абсолютно такая же точная работа, как если бы ты сидел на рабочем месте с любым устройством, не надо иметь там терминальные доски, что-то еще и так далее. При этом, там, еще раз, это не вопрос технологии, при этом ты получаешь это на удобном для тебя девайсе, понятном для тебя, любимом к тобой и так далее. Соответственно, большая администрационная работа это продумать, какая польза вот этих социальных приложений, как этот проект интегрировать, где это опаснее, где это, наоборот, там, безопаснее, можно использовать полный рост и так далее. Вот подобный, подобное большое количество трендов, инфраструктурная часть, бизнес-часть, стандарты, какие мы используем устройства, как мы это делаем, как мы их управляем и так далее, и какие политики мы разрабатываем, на самом деле, это достаточно большой объем работ. и по всем, ну, там, это уже не тренд, сейчас это уже реальный факт, что это для кого-то становится головной болью, для кого-то еще одним большим, серьезным, интересным проектом, который, он так неожиданно может бизнесу принести достаточно большое, большую пользу. С точки зрения, там, советов от нашей компании, как мы к этому подходим, самая главная, что мы увидели из практики работы, вот в этой теме, достаточно давно в этой теме, у нас очень много своих социальных сетей, приложений для пользователей и так далее, и так далее, это то, что пользователи очень любят вот эти свои приложения. Они любят Facebook, они любят, там, ICP, Messenger, Skype, все что угодно. И они хотят, чтобы это на работе работало точно так же, как это работает у них дома. И они, ну, вообще не хотят это отличие между работой и домом. Поэтому, если вы это не даете, то пользователи получают большое удовольствие, то, что называется, баланс между жизнью и работой становится очень хорошим. Ну и, собственно, там, оставляя эти нитки, да, как договаривались, на вопросы, мы эту штуку начали вот когда-то, когда Билл Гейтс сказал, что на каждом столе, в каждом номере должен стоять компьютер, это круто. Ну и, собственно, сегодня мы тоже себя позиционируем как лидер вот в этой автоматичной штуке, которая все больше и больше в основе очень интересной влияет на жизнь сяю. Спасибо. Спасибо. комитет.